Увидела объявления в социальных сетях о наборе военнослужащих на территории ДНР, позвонила, я заканчивала курсы охраны, школу охраны, и там была начальная бизнес-подготовка, мне сказали, что можно подъехать в Новоазовск, военкомат, там взять мобильное предписание и поехать в часть. Когда меня забрали на штурм, который состоялся 11 октября, я, как фельдшер, должна была оказывать первую медицинскую помощь, помогать им в консультурной группе. И непосредственно перед штурмом, за несколько часов я узнала, что должна ехать на бэхе с основной штурмовой бригадой. У меня была только аптечка, которая была у меня в августе. Основная группа бежала в неизвестном направлении, у нас осталось 5 человек. Когда я стала запрашивать уакуацию, мне долго отвечали, не отвечали. В общем, обещали, что заберут по-серому, обещали, что так заберут, не заберут. Я стала просить, чтобы хотя бы как-то закинули аптечку, потому что ПП-шки закончились, а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. В дальнейшем мы ждали, ну, надеялись, что эвакуация все-таки будет, но уже пришло понимание, что за нами не придут. Потом у меня стала кружиться голова от кровопотери, и я потиралась, это наняла. Начнулась я уже на носилках, нанялась в украинское военное. Субтитры создавал DimaTorzok